Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. Еженедельное совещание у главы города. Мы ждали два года, плакали, скучали. Рок-фестиваль в Десногорске. В ожидании большого баскетбольного праздника. Использовали специальный контроль, неразрушающий новый метод, который раньше на заводе не применяли ТОВ. Новости Росатома о изготовлении оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленщина возглавила список наиболее динамичных регионов по привлечению инвесторов. Область совершила рывок на 49 позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов федерации, составленном агентством стратегических инициатив по итогам прошлого года. Эксперты объясняют этот успех вниманием, которое региональная власть уделяет привлечению инвестиций. Губернатор лично возглавляет штаб, отвечающий за реализацию задач, способствующих улучшению инвест-климата. Губернатор Алексей Островский подписал соглашение о сотрудничестве между администрацией Смоленской области и комбайновым заводом «Ростсельмаш». Благодаря этому смоленские сельхозпроизводители получат дополнительную 5-процентную скидку на технику, выпускаемую крупнейшим комбайновым заводом страны. Кроме того, в этом году по поручению главы региона из областного бюджета выделена субсидия в размере 100 миллионов рублей на обновление парка сельхозтехники. 8 августа состоялось плановое оперативное совещание главы Десногорска Андрея Шубина с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. Подробности в нашем сюжете. Андрей Николаевич подвёл итоги работы администрации за прошедшую неделю и определил задачи на предстоящую. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Коммунальные службы готовят город к осенне-зимнему периоду. Светлана Головачёва доложила о работе Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике. Будет проводиться спортивный фестиваль «Планета баскетбол». В рамках этого фестиваля в 12.00 11 августа торжественное открытие кубка по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. В 13.00 соревнования по баскетболу среди команд. 12.00 12.00 торжественное открытие регионального этапа всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017». Все эти мероприятия будут проходить на площадке Баскетбольной в 4-м микрорайоне. 13.00 в 17.00 концертная программа, посвящённая Дню строителя. 9.00 прошло заседание Оргкомитета по подготовке празднования Дня города. В Гагаринском районе прошёл ежегодный областной конкурс мастеров машинного доения. На этот раз в соревнованиях приняли участие 19 человек. Доказать своё мастерство и стать лучшей вновь смогла Валентина Игнатова из Починковского района, которая второй год подряд завоёвывает первое место в областном конкурсе. Теперь Валентина отправится в Мордовию, где будет представлять нашу область на всероссийских соревнованиях мастеров машинного доения. Фестиваль честной живой музыки «Тяжёлая вода» вернулся в Десногорск. Этот проект был запущен у нас в городе в 2011 году и удачно существовал до 2014. И вот после двух лет тишины Д2О зазвучал на побережье Десногорского водохранилища. Площадкой для проведения мероприятия по традиции стала территория скалодрома. Целых два дня – 4 и 5 августа – 5-й открытый фестиваль честной живой музыки, радовав любителей рока. Вернуть мероприятие городу удалось благодаря полученному гранту из Фонда Ассоциации территории расположения атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». 12-го, по-моему, июня мы начали серьёзную подготовку. Времени, конечно, было мало, но мы были стремительны и напористы, нормально. Мы организовывали полностью проект, мы выбирали хедлайнеров. Долго, сложно, с проблемами, с визами. Мы выбрали хедлайнеров, выбрали самые лучшие и, в общем-то, голосовали там, ну, зачастую голосовали за лучших рок-групп. Они были выбраны, сегодня, завтра буквально представлены общему зрителю. Очень было много заявок на волонтёрство. Очень много, кто хотел просто так, без денег, от души от чистой помочь. И организаторам они сегодня здесь, ребят, помогают, молодцы. Проект рок-фестиваля был поддержан и градообразующим предприятием Десногорска, Смоленской АЭС и, конечно же, муниципалитетом. Данный фестиваль на нашей территории, он прижился. Ну, это, получается, уже по большому счёту традиция. Для молодёжи, да, я думаю, что не только для молодёжи, а, наверное, для всех поколений. Рок, я думаю, что это интересная вещь. Ну, может быть, она любителя, но, тем не менее, мы сегодня сами увидели очень много молодых наших десногорцев. И я думаю, что они получили приятные эмоции, приятные впечатления, и это останется надолго у них в памяти. Помощь в организации мероприятия Комитету по культуре оказал производственно-логистический центр «Доктор мебель». Почему предприятие откликнулось на просьбу, нам ответил, несмотря на резко испортившуюся погоду, сам технический директор компании Михаил Косилович. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в жизни города, чтобы люди знали, что в компании «Доктор мебель» работают неравнодушные люди, люди заинтересованные, которые живут в этом городе. Фестиваль молодёжный, но приходят на него все. Поэтому такое интересное мероприятие, массовое, много людей, разных разных категорий. И вообще мы и дальше будем участвовать в любых мероприятиях подобного рода. Чтобы послушать своих кумиров и посмотреть на рок-шоу, у сцены собрались любители живой музыки не только из Десногорска, но и из ближайших областей, и даже зарубежья. Это мероприятие давно является международным, так как на него приезжают выступать коллективы из Беларуси. А в этом году вместе с известными хедлайнерами «Лори Лори», «Арбитратор» и «Радиоточкой» впервые публику зажгла и рок-группа из Венгрии «Дунай Рок Акустик». Это очень действительно превосходно, потому что музыка является одним из самых лучших международных языков. Когда люди не знают языка, то вообще музыка решает все проблемы и преодолевает все преграды. Ну и как не отметить Десногорский коллектив «Постскриптум», который представляет наш город на подобных международных фестивалях за рубежом. Группа имела большой успех в бенгерском городе Герьен на фестивале «Дунай Рок». На Д2О ребята исполнили свои лучшие песни и просто сорвали море оваций. Целых два дня фестиваль звучал на побережье до глубокой ночи благодаря 22 замечательным рок-коллективам. 4 августа на площади перед зданием администрации Десногорска в торжественной обстановке состоялось вручение удостоверений народного дружинника. 28 десногорцев, среди которых есть и женщины, пополнили действующий состав народной дружины нашего города. В нашем городе пройдет фестиваль баскетбола «Оранжевый атом», инициатором которого является генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Десногорцы и гости города станут свидетелями жарких баталий как юных, так и взрослых спортсменов, а также смогут сами принять участие в различных конкурсах и получить призы. Подробнее о программе состязаний в нашем сюжете. 11 августа пройдет второй открытый кубок «Росэнергоатома» по баскетболу 3х3 среди сильнейших команд Российской Федерации, в составе которых чемпионы мира, Европы, игроки сборной России. За лидерство с ними поборется команда «Динамо-Росатом», сборная области и Смоленской АЭС. Торжественное открытие соревнований в 12.00. 12 августа, в день физкультурника, эстафету баскетбольного фестиваля примут юные спортсмены. Понаблюдать за их игрой все желающие смогут с 13.20 до 17.00 часов. Эпицентром всех баскетбольных баталий станет площадка около здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС в 4-м микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, два представителя Смоленской области стали лауреатами фестиваля авторской песни «Гренландия», который проходил в Кирове. Это поэт-песенник Андрей Иванов из Рудни и поэт Алексей Пранов из Рославля. В Кирове работали поэтическая, детская и военно-патриотическая мастерские, а галоконцерт открыл заслуженный артист России, известный музыкант Сергей Трофимов. А сейчас новости Росатома. Предприятие «Атоммаша» госкорпорации «Росатом» становится основным поставщиком продукции для нефтеперерабатывающей промышленности России. В Волгодонском филиале была изготовлена очередная уникальная колонна, необходимая для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, а также авиакеросина. Мерцающие огни полицейских машин и спецтехники, звуки сирены и десятки людей в форме светоотражающих жилетах. Неискушенному зрителю может показаться, что происходит что-то чрезвычайное. На самом же деле идет хорошо спланированная спецоперация по перевозке крупногабаритного груза. «Атоммаш» отгружает очередную, уникальную по своим массогабаритным показателям в вакуумную колонну для нефтепереработки. Ее длина более 52 метров, максимальный диаметр почти 11 метров, а вес – 518 тонн. По требованию заказчика Омского нефтеперерабатывающего завода изделия перевозят не по частям, а в собранном виде. Если она поставляется кусочками, то их необходимо доукрупнять, контролировать, термообрабатывать, проводить дополнительные контроли, испытания. И только после этого уже брать непосредственно в монтаж. Здесь она приедет и в самые кратчайшие сроки будет запущена. Сегодня Волгодонский «Атоммаш» становится основным поставщиком подобной продукции для нефтеперерабатывающих предприятий по всей стране. Заказчиков привлекают удобное с точки зрения логистики место расположения завода. Его практически единственные в России огромные производственные цеха с высотой пролетов 30 метров и шириной 42 метра. А самое главное – качество производимых изделий. Продукция «Атоммаша» соответствует сразу двум стандартам – российскому и европейскому – и выходит из цехов завода с ядерным уровнем надежности. Мы применяли весь наш опыт и использовали в частности там и лазерные трекеры для контроля геометрии, использовали все способы сварки, которые только там возможно применить для АЭС, все виды испытаний, использовали специальный контроль неразрушающий, новый метод, который раньше на заводе не применяли, ТОФТ. Процесс изготовления и сборки вакуумной колонны для Омского нефтеперерабатывающего завода занял почти полтора года. За это время все сотрудники предприятия, задействованные в работах, приобрели бесценный опыт, который послужит прочной основой для роста объемов неядерных бизнесов «Атоммаша». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин